Здравствуйте, друзья, вопрос. Я не напомнила кого-то из юности, просто для развлечения. Я стал внимательно просматривать все видео, а оно длинное, отыскивая все несколько секундные эпизоды с ней, и даже подумывал поискать ее в одноклассниках, хорошо понимая бессмысленность трудов. Представьте мое изумление, когда в середине видео диск-жокей четко и ясно объявил имя девушки, у которой день рождения, единственное имя, прозвучавшее за два часа видео. И это оказалась она. Я тут же нашел ее в ВКонтакте. Что это? Шутки? Теория вероятности? Или какой-то знак? Скажу вам, друзья, что этот вопрос у меня как-то так, знаете, ассоциировался с той турбулентностью, значит, в умах, которая происходит по поводу розыгрыша грин-карт-лотереи. Кто-то выигрывает, кто-то не выигрывает, кто-то уже 10 лет подряд не выигрывает, а кто-то с первого раза выиграл, знаете. И вот этот вопрос о знаке судьбы, и, значит, или чем-то таком, может быть, случайном, да, поди знай, вот, это как-то вот с этим вопросом о девушке на видео, там, 25-летней давности, значит, я специально для вас распечатал такой, ну, такой текст, значит, который однажды я там увидел. Этот текст показывает, ну, в шутливой форме, как разные религии реагируют на простую фразу американскую «shit happens», да, ну, то есть, неприятности случаются. Ну, вот, да, и они говорят, вот, тауизм, тауизм просто говорит «shit happens», «буддизм» говорит «if shit happens, it isn't really shit», то есть, если оно случается, оно не так уже и плохо, то есть, вот, чтобы уже прям такие, уже не такие это неприятности. Индуизм, хиндуизм, тут «this shit happened before», то есть, это случалось и раньше. Мормоны говорят «this shit is going to happen again», то это случится опять. Кальвинизм говорит «this shit happens because you do not work hard enough», то недостаточно хорошо работаешь, поэтому с тобой это случается. Католицизм «shit happens because you deserve it», то есть, не просто так это произошло, а потому что ты это заслужил. Иудаизм говорит «why does this shit always happen to us», да, почему это с нами всегда случается, вот это вот, все, вот эти неприятности. Атолизм говорит «no shit», да, ну это так, шутка. Christian science, shit is in your mind, в голове у тебя это все, понимаешь, поэтому оно с тобой случается. Мне вот нравятся «Свидетели Иеговы», тук-тук, shit happens, такой вот, еще «Хара Кришна», тоже хороший, shit happens, рама-рама, вот такой. И еще тут есть такая, я, честно говоря, даже не знаю такой конфессии, вот «хедонизм», как-то здесь так написано, «хедонизм» говорит «there is nothing like a good shit happening», то есть, получите удовольствие с этого дела. К чему я эту хохмочку всю, к тому, что, ну, ребята, значит, это же вопрос отношения, понимаете, вот мы смотрим на одну и ту же вещь, вот там, ну, в данном случае, там, высказывание «shit happens», неприятности случаются, и дальше мы смотрим, как разные люди, разные группы людей относятся к этому, это только вопрос отношения, не больше того. Значит, то же самое, вот есть факт, там девушка 20-летней, там, давности, 25-летней давности видео, и вдруг там ее имя, и она заинтересовала, и вдруг на тебе вот это имя, нашел ее ВКонтакте. Я лично, вот, поскольку уже так, возраст такой, что я могу наткнуться на людей, которых и 25, и 35, и 45 лет назад видел, общался и так далее, то я каждый раз замираю внутренне в такой ситуации, думаю, узнаю ли я этого человека, не станет ли мне неудобно от того, что у него какие-то проблемы жуткие в жизни, или там, болячки, или там, семейные, я каждый раз с содроганием, ну, неважно. Значит, это случайно, или это не случайно, и я могу вот что сказать, из моего жизненного опыта, например, постоянно, постоянно, с некоторой периодичностью происходят вещи, которым нет рационального объяснения такого, вот, ну, типа, знаешь, тут кнопку нажал, а там, допустим, что-то выпало из окошечка, понимаете, вот нет такого, невозможно объяснить ничем, вот сказать, ну, вот действительно, вот как, ну, бывает, знаете, вот бывает, и, а как еще, не знаю, первый раз со мной такое приключилось, я вам скажу, мне было лет 16, и мы были в стройотряде из школы, вот у нас, наш физмат-школа, и там вот нас вывозили там куда-то, вывозили нас в стройотряд на Беломорскую биологическую станцию МГУ, так называемая ББС, МГУ это Кандалакский заповедник, и там в какой-то момент мы с товарищем там какую-то работу выполняли, и нас должны были забрать с того места, где мы ее выполняли, этот поселок Паякондо называл, Васильевич тогда он так назывался, Паякондо, и там была такая пристань, и туда же должен был прийти катерок с этой ББС, где мы там работали, и забрать нас обратно после выполнения задания, и вот мы сидели там на этом месте, там расписания никакого нет, там ничего по расписанию не ходило, ну, просто мы знали, что нас должны забрать, и это после девятого класса это было, и вот, значит, подходит паренек, вот мы двое сидим, подходит еще один паренек, примерно нашего возраста, слово за слово, значит, во-первых, выясняется, что он из Москвы, ну, ладно, Москва большой город, потом выясняется, что он там увлекается какой-то там, не знаю, биологией моря, там, какие-то такие тонкости у него, потом выясняется, что он близкий приятель нашего одноклассника по 57-й школе, который вот до того, как пойти в физмат-школу, учился с ним в одном классе, вот там, в какой-то там школе в Москве, и мы тогда сидели вот с этим приятелем, и я ему говорю, Серега, я говорю, ну, разве такое может быть? Ведь на краю света сидим, там вообще людей нет, там тайга какая-то, вообще нет людей, если кто-то есть, то пьяный, ну, нет, ну, правда, ну, вот как такое может случиться? Знаете, и правда, в то время и в том возрасте совершенно не было у нас никакого такого ощущения, что это какие-то знаки судьбы, вот этого не было, а было просто некоторое офигевание от того, что события с какой-то микроскопической, так сказать, малоотличимой от нуля вероятностью, все-таки происходит и именно с нами, вот в таких вот обстоятельствах, там и так далее, и, ну, это мне было там 16 лет, а с тех пор это происходит постоянно, я, я не знаю, что случится и когда случится, но я вам скажу, что я знаю, что еще много событий абсолютно немыслимых, ну, каких-то, вот с нами произойдут, например, я помню, такая картинка, гараж, наш собственный гараж в городе Лос-Алтес, и тогда вся наша школа умещалась в этот гараж, и там была предыдущая группа, которая уже ушла, и была вот текущая группа, в которой я вел урок, и из предыдущей группы дядечка один должен был зайти, что-то резюме показать или забрать резюме, ну, что-то он должен был зайти, на секундочку, и вот, значит, и он засовывает голову в гараж, там есть дверь специально сбоку, значит, там есть дверь, он засовывает голову в эту дверь, значит, меня рукой машет, я к нему выхожу, значит, отдаю ему, что там надо было отдать, он уходит, и когда я возвращаюсь, мне там одна из женщин, сидевших в классе, а там всего 10 человек, она говорит, скажите, вот этого, говорит, который сейчас заглядывал, говорит, его там не Аркадий Волошин зовут, я говорю, да, говорит, из Одессы, я говорю, из Одессы, она, выясняется, что они с ним работали вместе, там, в одном КБ, там, в одном отделе, и чуть ли там не за соседним столом сидели, и мне в тот момент, знаете, так сюрреалистично стало на душе, я думаю, боже, где Одесса, и где мой несчастный гараж, там, в Калифорнии, понимаете, и вдруг, там, человек заглядывает на секунду, выясняется, что он там кого-то знает, вот тут, другой случай был тоже очень смешной, женщина, начинается класс новый, и женщина, она немножко опаздывает, там, и приходит, и остался один-единственный стул свободный, где она, значит, ну, а где ей сесть, вот она садится на этот стул, она садится, начинает осматриваться, рядом с ней сидят две сестры, сидят две сестры из Вильнюса, ну, такие девчонки относительно молодые, ну, нет, 28-30, а женщина постарше, и она так осматривается, смотрит на этих двух сестер, и говорит им, а вы случайно не из Вильнюса, они говорят, из Вильнюса, она говорит, а вы не дети, там, Давид Семеновича, там, Розенблюма, ну, там, я условно имя, они говорят, да, говорит, моего дочери, она говорит, о, говорит она, это же мой начальник, он же из меня человека сделал, это я пришла после института, и он там, понимаете, постоянно какие-то такие странные вещи происходят, действительно, вот, и, ну, я не, давайте, я в данную, в данную минуту у меня нет такого мистического настроения, чтобы поговорить вот о мистике этого дела, и о каких-то там энергиях, которые за этим стоят, вот, а в другом настроении я, может быть, бы с большим удовольствием поговорил бы вот об этом, я бы сказал, что, наверное, сам его интерес, вот он, когда увидел эту девушку, да, это уже не было случайным, то есть это уже где-то там, вот, значит, сработало что-то, и в тот момент, когда он ей заинтересовался, уже было понятно, что он дослушает до конца, узнает ее имя и пойдет ее найдет в Фейсбуке или где-то там было ВКонтакте, ну, и, понимаете, вопрос отношения, а отношения меняются в связи с событиями и обстоятельствами жизни, настроением, отсутствием солнышка или, там, скажем, присутствием солнышка и так далее, и так далее, и так далее, поэтому я, я не готов о мистическом, вот, но, ну, интересно, конечно, особенно, когда вот все эти социальные сети такие массовые появились, и когда люди стали находить там потерявшиеся вроде бы по жизни, друг друга потерявшие люди стали друг друга находить в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, там, какая-то старая любовь вдруг просыпается или там еще чего-то просыпается, и сколько судеб поменялось, поменялось просто от того, что люди где-то там столкнулись вот в соцсетях, понимаете, у меня как-то сидела пара очаровательнейшие ребята из Индии, очаровательные, но он ее привел, значит, поговорить, обычные индусы, когда жена идет учиться, то, значит, муж с ней приходит поговорить, как они, вместе, вот они вместе сели, значит, у меня в офисе, ну, так мы поболтали, и я говорю, ребята, говорю, а как вы друг друга нашли, я говорю, вы такая пара гармоничная, это невозможно смотреть на них спокойно, понимаете, они абсолютно какая-то вибрация, такая гармония, и я говорю, как вы друг друга нашли, они говорят, в интернете, я говорю, подождите, как в интернете, а по звездам, у них положено там, знаете, это все находить, я говорю, а как же по звездам, а как же вот там с родителей, ну, вообще все, что положено, они говорят, нет, ну, сначала мы нашли друг друга в интернете, а потом уже, конечно, и по звездам все проверили, как положено там, понимаете, значит, можно сказать, значит, где-то там на звездах было прописано, что они должны встретиться в интернете, или как вообще, но если начать думать на эту тему, с позиции того, что как бы звезды как-то влияют, так вот и получится, что влияют и очень сильно, если мы считаем, что влияют, мы непременно найдем влияние, вот, так что, такое вот у нас получилось юмористически, мистическое видео, в общем, ребята, давайте так сделаем концовку такую, что если где-то чего-то случается, то чтобы это всегда было к лучшему, вот, так закончим, счастливо!